МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хорошо? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу о загородной жизни. Все, что вы хотели узнать о даче, но не знали, у кого спросить. Я Дмитрий Николаевич, ведущий этой программы. Но самое главное, я дачник. У нас с вами одни и те же задачи и стремления. Осень. Когда, как не сейчас, рассказать о новинках, о ноу-хау в дачном деле? Строим баню, рассказываем о том, чем и как утепляем. Эковата наш утеплитель. Сегодня специалисты покажут и расскажут, как ее использовать. Эковата – неформованная масса целлюлозных волокон. Может, даже увидеть, что там написано в статье газет каких-то. Фактически, это сыпучий материал. Перед использованием ее необходимо распаковать и вспушить. Эковата при этом увеличивается в объеме примерно в 3-4 раза. Утеплять дом с использованием эковаты можно различными способами. Промышленный – подразумевает нагнетание распушенного материала компрессором. У нас в данном случае агрегат финского производства. Есть и американские, и уже и наши разработки. Принцип ее – загружается эковата и вместе с воздухом через шланг подается в полость стены. Обрешетка полностью закрывается обшивочным материалом. В верхней точке делается отверстие. Под давлением воздуха выполняется задувка эковаты во все, даже незначительные углубления. И подается до тех пор, пока есть пространство для воздуха. Как только заполняется полость, соответственно, машина останавливается уже. Можно утеплить строение вручную, только это займет несколько больше времени и увеличится расход материала. Ну, это, как правило, горизонтальные поверхности полы утеплить. Допустим, если перегрыть ее сверху, засыпать, можно сделать самим, купив просто экованту. Ее просто надо спушить, тогда она будет лучше, когда она должна работать, она должна быть спушеной. Ну, это около много времени. Да-да-да, много, да, придачный. Заполнив все необходимые места, достаточно утрамбовать ее. Есть еще один способ – мокрый. Это подача эковаты с клеем и водой. Тогда не нужно делать полости. На голые стойки наносится эковата с клеем и водой, высыхает, и она становится монолитом. Уже утепленная стена. Такой вариант отлично подходит для утепления кирпичных блочных зданий. Такой монтаж эковаты наиболее продуктивный и легкий в использовании, но… По цене он дороже. И вот расход материала, и даже маленький перерасход. Все, что лишнее снимается со стоек, выравнивается. Его уже повторно нельзя использовать, только засыпать горизонт. И расход, соответственно, добавляется ценам. Таковы основные технические характеристики эковаты. Кажется, что она ничем не хуже, чем любые другие материалы для теплоизоляции. А учитывая дешевизну самого материала, безотходность и неприхотливость монтажа, работы по утеплению дома с использованием эковаты обходятся несколько дешевле. Но, как и везде и всюду, главное – добросовестность и квалификация исполнителей. Для того, чтобы эковата работала на все 100%, предпочтителен механический метод ее нанесения. И это требует специального оборудования. А проверить добросовестность наемных засыпателей можно лишь спустя время. Утепление строений эковатой лучше поручить проверенным специалистам. Впрочем, и пересадка декоративных растений требует знаний. Сегодня вторая часть операции – большая пересадка. В прошлый раз пересадили пионы от роз, к розам подсадили все хосты. И вот если вот теперь заглядеться, то теперь хосты – ленты. И ленты, они смотрятся гораздо лучше, чем по одиночке. И тем более хосты – это самый лучший спутник роз. Они вот оттеняют их красоту. Что сделали мы на том цветнике? Дальний цветник у нас стал, можно сказать, почти пустым. Потому что оттуда мы, получается, забрали розы. Немножко поменяли местами пионы и барбарис. Но с другой стороны, теперь этот цветник имеет большой потенциал, как мы уже разговаривали с вами. То есть туда можно будет на следующий год подсадить однолетники, и он будет свистеть все лето. Реорганизовав два основных цветника, преобразили и третью клумбу. Ну, сюда мы, во-первых, забрали все азалии, рододендроны, которые росли на этих цветниках. Почему убрали? Потому что азалии и рододендроны любят кислую почву. Розы, соответственно, они предпочитают богатой плодородной почвы, нейтральной. Вот здесь, получается, у нас зоны кислоты, грубо говоря, да? Вот, то есть хвойники, клюква, рододендроны, азалии, они все предпочитают кислую почву. Мы их вот ленточкой посадили. Клумба получилась достаточно декоративная, ну, слегка не доделана, потому что у нас не замульчирована под пионами. То есть там можно будет камушками, да, почву прикрыть. То есть геотекстиль и камушки. Вот, тогда будет интересно сочетание камушков и коры, да. Угощайтесь. С клумбами разобрались на повестке дня кустарники и деревья. Приводим к эстетическому равновесию общий вид сада. Избавляемся от старых и невкусных посадок, совершаем новые, хорошо продуманные. У нас красивая форма у цветников. И чтобы живоизградь своей вот четкой линией, она подчеркала красоту вот этих цветников, да. Сделаем живую изгородчетку из пузыреплодника. Почему мы выбрали пузыреплодник? Пузыреплодник – это самое неприхотливое и самое быстрорастующее кустарник, да, растение. За год прирост до полуметра, через три вполне себе живая изгородь. И мы еще выбрали двух сортов. Это сорт красный барон, ред барон и лютеус. То есть это два сорта контрастные. Один желтый, другой с красной листой, да. И вот они будут вот такими вспышками здесь быть. То есть они оба нарядные, но вместе они вообще сочетаются превосходно. Уже ямы сделаны. Теперь что нам надо? Надо обязательно заправить эти ямы удобрения. Вот, как раз у нас осеннее удобрение, оно подходит, там много фосфора. Сначала кладем компост, сантиметров так 20, ну 15. 15-20 сантиметров компоста. После этого вносим удобрения фосфорные и осенние. Потом чуть-чуть перекопаем, земелькой засыпем. Вот это сделаем потому, чтобы корни не должны соприкасаться, да, с удобрением напрямую. То есть вносим удобрения, засыпаем землей, потом ставим растение и засыпаем. Но то место, куда должны углубиться корни, они должны уже быть с удобрением. Бо-бо-бо-бо-бо-да. В сухом остатке, плюс новая живая изгородь, минус лопата и тачка. Ломал лопатку. А надо было, правда, ломиком. Нет больше тачки. Добили, добили сезон. Осталось в этом году в саду подстричь уже взрослые кустарники и посадить еще пару плодовых деревьев. Расскажем, как в следующих программах. Вот. Главное в дачном деле не запутаться. А когда запутаешься, время идет быстро. Есть чем заняться на даче. Главное в дачном деле не запутаться. Главное в дачном деле не запутаться. Расскажем. Редактор субтитров А.Семкин